Проходимость почти всегда была основным требованием для отечественных автомобилей. Особых успехов в этом плане добились, создавая военную технику. Многие грузовики советского периода в этом смысле дадут фору более современным моделям. У легковушек все было немного иначе. В чистом виде внедорожниками можно назвать УАЗ и Ниву. Причем выпускаются они по сей день, поэтому многим знакомы. Однако помимо них был еще один очень интересный мини-вездеход под названием Луаз 969. Своим появлением этот автомобиль обязан Запорожскому автозаводу, где его начали разрабатывать. Многие узлы и агрегаты автомобилю достались от ЗАЗ. Создавали этот полноприводный автомобиль специально для сельской местности, где проходимый автомобиль был жизненной необходимостью. Колесная формула Луаз 969 была 4х4, но при необходимости можно было отключить один мост, и автомобиль становился переднеприводным. Весил автомобиль 950 кг. Мотор имел 4 цилиндра и объем 877 кубиков. Мощность двигателя 30 лошадей. Коробка передач механическая 4-скоростная. Несмотря на то, что раздаточной коробки Луаз 969 не имел, у многих он вызывал неподдельное восхищение. Грязь и всевозможные препятствия были для Луаза родной стихией, и здесь он мог дать фору любой легковушке своего времени. Одной из причин отменной проходимости было смещение салона к передней оси. Она была постоянно загружена, и за счет этого колеса очень цепко держали поверхность. Последние автомобили этой марки сошли с конвейера в 2002 году. Качество материалов оставляло желать лучшего, и поэтому сегодня в хорошем состоянии Луаз 969 отыскать практически нереально. А вы помните этот маленький вездеход? Доводилось порулить на таком по бездорожью? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...